День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с очень противоречивым сюжетом, атмосферу которого вы почувствуете через камеру. Совсем недавно мы были в одном местечке, где человек купил себе трехуровневые апартаменты для жизни. Но рядом с этими апартаментами, которые расположены территорией бывшего завода, окружают его вот такие огромные жилые комплексы, они же в простонародье человейники. Я сделал клич «Кто живет, пригласите в гости». И сегодня у нас будет шикарная возможность посетить один из этих жилых комплексов. Мы зайдем в гости в квартиру к человеку, он покажет, что он купил, по какой цене и сколько это стоит сегодня. Проведет нас по двору, расскажет о жизни здесь, ну а вы, собственно, сможете посмотреть и сделать ваши выводы про еще один из жилых комплексов в Москве. Классно, не классно, интересно, не интересно, ведь люди здесь покупают квартиру с огромным удовольствием. Они приносят сами свои деньги и остаются довольными. Все, что их не устраивает, мы расскажем сегодня в этом выпуске. Поэтому присаживайтесь поудобнее, вас ждет потрясающий жизненный выпуск. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Друзья, всем привет, меня зовут Дмитрий, я главный герой выпуска. Сегодня мы находимся в жилом комплексе «Парк Легенд», который находится на автозаводской улице в Москве. Здесь буквально в 200 метрах третье транспортное кольцо. Сейчас мы пройдем попозже ко мне в гости, я покажу свою квартиру. Мы здесь живем уже примерно три года. ЖК, он такой компактный, здесь всего шесть корпусов. Соответственно, у нас квартира в первом корпусе. Значит, всегда все самое интересное кроется в деталях. Вот смотрите, для справочки я поднимаю. Когда этот жилой комплекс начали строить? В 2016 году. И вот рендеры, которые показывали людям с акцентом, что вы покупаете квартиру в 7 километрах от Кремля в доме бизнес-класса. Но по картинкам мы с вами уже имеем опыт. Все всегда выглядит очень и очень презентабельно. На любителя, конечно, но тем не менее. Что происходит на деле в 2023 году, в середине 2023 года, когда строительство уже завершено, вы сейчас увидите. Друзья, сегодня много чего будет интересного. Буду показывать, рассказывать, разбирать. Смотрите внимательно. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, истоки. Где вы жили до? Долгое время жили далеко, за МКАДом. То есть, моя первая квартира была Южная Домодедова. Вот, там улица Курежова. Вот, соответственно, и на тот момент всегда, как бы, да, работа находилась, скажем так, там, в центре Москвы, где-то в таких вот, да, в центральных локациях. Вот, и, соответственно, всегда была такая, да, как бы, цель. Как-то всегда хотелось работать поближе, потому что очень много уходило времени на работу, бесконечные эти пробки. Ну, сами понимаете, да. Вот, и, соответственно, как бы, вот, была сначала квартира в Домодедово, потом еще была квартира в ЖК Новомолоково есть такое. То есть, таким образом, вы жили, можно сказать, рядом с Москвой, ездили на работу в центр, и это уже дико подбешивало, откровенно говоря. Да, потому что, да, потому что тогда, как раз мы тогда и с женой познакомились, вот, когда я жил, там, в Новомолоково, да, и она тоже всегда работала в центре. То есть, у нас, как бы, вся жизнь проходила как-то вот ближе к центру, как-то, да, то есть, мы там все время, там, с друзьями тусовались, там, и, соответственно, да, то есть, понимали, что, ну, хотелось какой-то, в первую очередь, инфраструктура, да, то есть, понятно, что есть свои плюсы, там, за городом, за МКАДом, там, да. Свежий воздух и так далее, да, но у нас все-таки был такой приоритет, такая вот цель, как бы, да, что все-таки нет, мы, наверное, из тех людей, которые больше голосуют за вот именно удобство. Так или иначе, мы, как бы, так все время только смотрели, что вот есть ближе к центру, а тогда, на самом деле, вот, это вот сейчас, да, если так вот открыться, да, вот, карта, там, ту же самую Циан, там, куча объектов, ну, практически, вот, в любой локации, там, выбор огромнейший, да, а тогда, на самом деле, вот, ну, очень мало было объектов. А нам, ну, вот, важен был именно юг, вот, там, не знаю, Коломенская, там, Нагатинская, Тульская, вот, плюс-минус эта локация, Даниловский район, и практически ничего не было, то есть, кроме Зиларта, и вот потом Парк Легенд. Из ЖК Новомолокова Дмитрий с супругой переезжают в ЖК Ясный, который находится возле МКАДа, но уже внутри Москвы, таким образом, перебираются они постепенно поближе к центру. Заметил такое наблюдение, что большинство людей, которые переезжают в Москву за новой жизнью, проживая на окраинах, либо возле Москвы, в голове всегда вынашивают мысль, что в идеале, в дальнейшем бы переехать в центр, в центральную часть города, она прям дико всех привлекает, манит. Не все, подчеркиваю, но многие. А дальше начинается интересное, потому что мы окунаемся в 2019 год. Таким образом, принимаете решение, что вы останавливаетесь вот на этих «человейниках», как их называют в народе. Ну вот расскажите, пожалуйста, у вас в первом корпусе получается куплена квартира площадью, условно, 46 квадратных метров, вы объединили лоджию с залом. Какая цена покупки в 2019 году? Стоит отметить, что все квартиры в первую очередь сдавались без отделки. На тот момент нам удалось ее купить за 8 миллионов 700 тысяч рублей. На котловане, насколько я помню, когда только-только они начинали продаваться, это было примерно 7800, вот такого там 7800-8. К цифрам, так сказать, занимательная математика. Дмитрий продает квартиру в ЖК Ясном за 9,5 миллионов рублей. Так совпало, что как раз жилой комплекс там вырос по цене, а вот эти квартиры чуть-чуть просели по ценам. То есть он выходит на сделку, у него 9,5 миллионов, при том, что квартира стоит 8700. Но заходит в ипотеку в силу того, что квартира голая стена, нужно делать ремонт. Берет 3 миллиона, на момент съемки ипотека уже закрыта. Таким образом, квартира ему обходится под ключ, как он сказал, 11 миллионов 500 тысяч рублей. С учетом того, что все, он заезжает в новую квартиру, с новой техникой, новый ремонт, ну и так далее. Мы округлили на всякий случай, ну 12. Открываем карту объявлений, смотрим, почем квартиры в этом ЖК сегодня. Значит, смотрите, такая же квартира, даже меньшей площади, стоит 16 миллионов 500 тысяч рублей. 19,518 миллионов, вот похожей площади. Трешечку. Трешечка нужна семейному человеку, для того, чтобы закрыть все свои потребности. 92 квадрата, шикарная площадь, 35 миллионов рублей. И это жилой комплекс, который позиционирует себя, как ЖК бизнес-класса. Вот, поменьше площадь, 36 метров, без отделки, 14500. Чуть дальше я вам покажу, что от бизнес-класса там одно название. Ну, что удивляет, да, как растут цены, что они просто улетают в космос. Как правило, люди, кто покупают квартиры там за 8700, потом очень сильно радуют, что их квартира сегодня там 18-19 миллионов стоит. Но стоит не забывать о том, что недвижимость растет везде, и, соответственно, ну, что твои 19 миллионов? Тебе в любом случае точно так же везде доплачивать. Но здесь, на самом деле, вот в этом сюжете, как минимум, я хочу затронуть такую ключевую мысль, что те, кто успел купить условно квартиры себе вчера, когда они там были подешевле, постепенно-постепенно их недвижка растет. Это здорово. А что делать с вновь прибывшими? Вот люди точно так же приезжают в Москву. Студенты, дети растут. Вот у вас вы живете в городе, у вас вырастет ребенок, ему нужно будет отдельно свое жилье. С текущими ценами, когда нет возможности продать квартиру, а вот нужно с ноля скопить, купить ему жилье. Сколько денег нужно зарабатывать сегодня, чтобы можно было себе позволить хотя бы однушку? Ну, давайте рассмотрим вот этот район. Я беру просто калькулятор и беру, например, какие-то космические цифры сейчас буду назвать. 150 тысяч рублей в месяц откладывать. То есть, ты должен зарабатывать еще больше, а 150 тысяч ты откладываешь в месяц. Мы умножаем на 12. В год это миллион 800 ты скопил. 10 лет, по-хорошему, ты должен копить, чтобы ты смог купить подобную квартиру. Подчеркиваю, неизвестно, сколько она будет стоить через 10 лет. В 10 раз дороже или в 10 раз дешевле. Кто может из вас заглянуть в завтрашний день? Не каждый может это делать. Соответственно, квартиры, которые возле МКАДа, в жилых комплексах, которые мы озвучили, они уже все сданы, там тоже цены стали давным-давно космические. А сейчас строится ЖК с так называемыми доступными ценами. Это уже 20, 25, 30 километров от МКАД. Подумайте об этом. Вот это вот тема интересная, что для молодежи с такими ценами в крупных городах по всей нашей стране жилье становится, получается, недоступным, что ли? По последним роликам о недвижимости мы с вами точно заметили, что на рынке творится полная неразбериха. С одной стороны, высокие ставки и вследствие чего падает спрос. С другой стороны, непроданные квартиры по цене улетают куда-то в космос. А строительство некоторых новостроек либо замораживается, или же идет вяло текущими темпами с переносами сроков сдачи. Так вот, хочется задаться вопросом, а каким профессиям сегодня вообще доступна покупка новой недвижимости? Одна из таких – айтишник. Им положена льготная ипотека, отсрочка от призыва на время работы, ведь среди них очень много молодых. Так еще для них действует снижение налогов. А вот если вы задумались о смене деятельности и уходе в IT, но при этом не хотите программировать, что делать вам? Сейчас расскажу. Например, есть профессия аналитика данных, которая является одной из самых простых для входа в IT. Потому что здесь не нужны глубокие технические знания, а на рынке порядка 20 тысяч вакансий со средней зарплатой в 100 тысяч рублей. А обучиться этой профессии можно и нужно в скиллфекторе. Это современная IT-школа, которая бережно погружает учеников в рабочую среду и доводит до профессионального результата. Миссия скиллфектори – давать как можно большему количеству студентов получить реальный опыт. Для этого у школы есть фектори реальных проектов. Это платформа, где студенты под руководством экспертов IT помогают компаниям решать задачи бизнеса. Яндекс.Еда, Яндекс.Диалоги, Сбер, ВКонтакте и Ростелеком Уже работают со студентами скиллфектори над решением своих задач. Таким образом, студенты скиллфектори приходят на свое первое IT-собеседование и со всей уверенностью говорят, что уже работают в индустрии. И это настоящая правда. Если вы прямо сейчас выбрали для себя новый путь в IT и это аналитика, то ссылочка ждет вас в описании. Или сканируйте вот этот QR-код, который видите на экране. Оставляйте заявку, но не забывайте, что по промокоду МОШКОВ вы получите дополнительную скидку в 45%. А сейчас козырь. Если вы не найдете работу после окончания курса, то школа вернет вам деньги за обучение. И это прописано в договоре. Скиллфектори ждет вас в описании. Тебе получается сегодня 39 лет. У тебя ребенку полтора года. Ты живешь в 7 КМ от Кремля. Мы недавно здесь были, снимали апартаменты в старых зданиях бывшего завода. Да, я и отликнулся, собственно. Расскажи, выходишь ты с ребенком из этого человейника на первый этаж. Всем ли ты доволен? Вот у вас двор весь заставлен машинами. Давай пробежимся по минусам. Что тебе здесь не нравится? На самом деле, я считаю, здесь минусы незначительные, на мой взгляд. Потому что все люди разные, у всех свои критерии. Но мне кажется, лично мне, что здесь немножечко вызывает дискомфорт. Наверное, то, что здесь такая достаточно маленькая территория для такого количества квартир. И есть немножко, правда, небольшое ощущение человейника. Сюда здесь какие-то люди, курьеры. Что касается парковки, здесь есть определенные сложности, с одной стороны. Но, с другой стороны, здесь есть много альтернативы. То есть, в самом жилом комплексе предусмотрен паркинг двухуровневый. То есть, мы увидим этот въезд, соответственно. Это паркинг первого этажа. Соединяется между корпусами. И, соответственно, такой большой-большой на все шесть корпусов подземный паркинг. Но, соответственно, как и везде, наверное, чем позже ты приезжаешь вечером, тем, соответственно, меньше шансов найти здесь место. Но, тем не менее, я знаю, многие не парятся сильно. Смотрите, цена паркинга, я так сильно не мониторил, но примерно плюс-минус 2 миллиона. Там в зависимости, соответственно, от уровня, от площади. Там где-то 2, там может быть 2 200. По-моему, как-то бывает иногда даже дешевле. Но они обычно, знаете, там либо какое-то маленькое, либо где-то там в самом уголке. Ну, примерно плюс-минус 2 миллиона. Но они вообще в свободной продаже есть или уже все раскуплены? Насколько знаю, еще есть. Там еще буквально какое-то количество, там может быть, 5-10 штук еще есть. То есть, можно купить. Не топит, ничего, нормально? Ну, бывают какие-то такие, я, честно говоря, не помню, чтобы было про течки такие серьезные. Какие-то мелкие бывают, когда там много снега. На моей памяти я в чатах состою, но такого не было. Вот с точки зрения того, что человек, народу полно, и, как правило, очень много людей с детьми. Короче, вот что называется «почувствую разницу». Я уже говорил как-то, что работа дизайнеров по рендерам – это оценка 5 баллов, реализация 2. Ну, смотрите, как нарисована дорога, на которой буквально две машины, с намеком на то, что останавливаться там нельзя. Вживую все нахрен заставлено этими машинами. Первое. Второе. Двор, который совмещен как бы с детским садом, отделяется зеленым заборчиком. Зеленым из кустарника. По факту, вот он, ссанный, что называется, забор покошенный стоит. Вот так вот людям сделали. Смотришь по сторонам, не вот эта красота, которая была нарисована на рендерах. Современный жилой комплекс рядом с центром новая современная жизнь. Вот тебе, пожалуйста. Ну, смотрите, как вам? И это еще бизнес-класс. Смех. Вот эти вот детали, кусок земли, на котором нету никакого газона, все потоптали, видимо, сами же люди и ходят далее. Деревья посадили, которые явно не прижились, вон желтые все стоят. Да и вообще в целом на территории жилого комплекса во дворе ни одного дерева даже нет. Выгул собак. Где осуществляется? Там же гиги дети. А, вот здесь он осуществляется. Я видел. Выходится. То есть, на самом деле, да. Тут собаки, на самом деле, по-моему, туда гуляют больше, где за дорогой. Потому что здесь были даже раньше таблички, я видел, которые тут нельзя. И то есть, получается, окружает вас промышленное, бывший такой комплекс, который сейчас... Вот здесь же наверняка какие-нибудь эти уже апартаменты тоже, правильно? Да, здесь, смотрите, здесь получается офисное здание большое. Парк Лигент, так тоже называется, да. То есть, оно тоже недавно построилось. Это достаточно свежее такое здание. Ну, здесь в основном офисы. То есть, я, честно говоря, может быть, когда кто-то и живет там, но я не знаю. То есть, тут в основном офисы. То есть, там офисы, там стоянка. Раньше был докатлон, но он сейчас, по-моему, закрылся. А вот это напротив нас? Здесь, значит, Subaru Center. Центр дайвинга, насколько я помню. Вот, который здание Ливии такой, да, с полукруглой крышей. Вот там как раз находится там центр дайвинга какой-то бассейн тоже. И все это, вот, смотрите, как граничит. То есть, старые советские постройки. И их начинает окружать вот уже так называемые новострои. Это офисные помещения, советские постройки. Соответственно, вот здесь уже строится целый жилой комплекс. Точнее, даже не то, что строится. Он уже построился. И вот так вот интересно все это дело выглядит. Диман, ну вот давай, по-твоему, как вообще? Классное местечко с точки зрения уюта. Ну, вот смотри, как это вижу я. Постоянно идет поток людей. То есть, здесь как бы такая проходная улица. Там метро, автобусы, офисы. А люди, которые уходят за мою спину, это куда они идут? На электричку, что ли? Я думаю, да. Сейчас просто время такое обеденное. Они частично тут идут за продуктами. Ну, кто-то, наверное, на МЦК. Потому что на МЦК можно пройти вот за домами, либо вдоль домов, да? То есть, мне кажется, из-за этого. Ну, а с точки зрения вообще вот в целом, как картина, чувствуется вообще здесь быть, что это жилое место? Или ты как бы ощущаешь это больше, как, знаешь, такое, перевалочный пункт в большом городе? Я бы сказал, да. И такой некий, наверное, микс, да? Потому что здесь есть, несомненно, вот такой, да, дух офисности, да? Потому что здесь много вокруг офисов, спортивных сооружений. Тот же самый Леруа Мерлен. Вот, но на мой взгляд, все-таки мне как-то так комфортнее, да? Потому что ты, по крайней мере, выходишь из дома, и у тебя как бы все достаточно рядом, да? Потому что вот я как человек, который жил много... Долгое время в таких спальных районах, когда там выходишь, дома, 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 ничего нету, надо там даже банально, там, не знаю, какой-нибудь банкомат, магазин, ашан, надо куда-то ехать, там, люди, пробки. Здесь все можно делать пешком. То есть, да, несомненно, здесь, конечно, маловато может быть вот какой-то природы, да, в целом, но, тем не менее, здесь, по крайней мере, ты вот выходишь, ты в неком, так скажем, в центре тусовки такой, да, офисной и деловой, скажем так. Я размышляю при монтаже ролика, думаю, ну кому этот жилой комплекс прям действительно может подойти? Одно дело, когда люди покупали по факту рендеров, а другое дело, ну вот что мы видим сейчас. Но при этом такие детали важные. Вот эти высотки, а квартиры там по факту все проданы, и люди там проживают активно и постоянно. Мы открываем доску объявлений, буквально 6 квартир продается. И такие еще моменты были очень важные, что в силу того, что поближе к центру, там очень много различных школ, дополнительных секций, и люди, многие, кто с детьми, покупают локацию для того, чтобы первое, ну папе было поближе на работу, а ребенку было куда ходить, чем его занимать. Вот так вот, если вести какой-то такой спокойный образ жизни, да, я не думаю, что кому-то это место подойдет. Но опять же, пишите ваше мнение в комментариях. Я всегда стараюсь быть объективным. Дмитрию огромное спасибо, что пригласил в гости. Ну, в принципе, все эти вопросы мы с ним проговаривали. Ну что, пойдемте в подъезд бизнес-класса и посмотрим, что встретит нас там. Моделируйте. Приезжаете вы домой, ставите, допустим, здесь автомобиль, если вам повезло, и это место свободно. Мотоцикл, велосипеды. То есть классно, что есть такая штука, как козырек, потому что, когда, например, идет сильный дождь, это место вас спасет. Ну что, давай показываем. Получается, это у нас вход в подъезд. Вот современные новостройки, конечно, это, блин, я даже не знаю, как это назвать. Это не как подъезд, это как в офис. То есть как-то прям сильно современный, иной раз не отличишь, где жилье, где апартаменты, а где офисные помещения. Давай, вперед я с тобой. Вот давай честно говоря, зимой, когда сильный ветер, сквозняк, две двери открытся, будет тут свистеть на весь дом? Немножко, да. Даже бывает такое, что вот, ну, как у всех современных лифтов, да, они бывают там даже это... Не работают. Да, но это редко бывает. Здесь, в принципе, так вот сделано, что получается тут заход, а лифты немножечко вот как бы смещены. Короче, спасает то, что они там не под прямым потоком ветра, что ли? Да, да, то есть... Удивляет, знаешь, удивляет ровно то, что делают одни и те же везде ошибки. Но вот опять же, да, заходишь невооруженным глазом, вот мы и смотрим панорамное остекление. Ну, не кажется ли тебе, что батарея, она же радиатор, должна быть отцентрована по центру, чтобы теплораспределение шло ровнее, что, знаешь, слева-справа шло? Ну, я думаю, да, тут, наверное, особо не парились, когда это все делали, особенно в подъезде, здесь вот, наверное, по такому принципу, там, дали радиатор, на, тебе поставься и... Кто куда поставил, да. Соответственно, друзья, все как у нас дома с вами, поэтому вот новостроено, в самом деле, как это, бизнес-класс у вас считаете? Ну, вообще, наверное, объектив это комфорт плюс все-таки, я просто говорю. Комфорт плюс. Плюс за счет, наверное, паркинга все-таки, так вот. Ну-таки бизнес это Зилард, по большей части, здесь комфорт плюс, наверное, такой полноценный. Здесь у вас должен быть консьерж моего дома. Да, здесь для, соответственно, консьержа для охраны, и ты знаешь, она какое-то время здесь была, вот, но потом почему-то от нее отказались, потому что менялась управляющая, вот, там какая-то была история, я вот, честно говоря, глубоко не помню, не знаю, вот, там, то ли по цене не договорились, то ли что-то еще, вот, пока какое-то время, вот это, наверное, примерно год, вот, никого нету. Вот это мне больше всего тоже уделяет. Сколько этажей у вас в доме? 24. А сколько квартир? Блин, я сейчас не помню, ну, примерно, если, примерно, там, по 11 квартир, где-то 250, грубо. А то и больше, вон, там, что, 342-й. А, потому что вторая, это же. А, и вторая. Да, да, то есть, ну, грубо 200, давай, считай. Короче, наверняка кто-то посчитал, что консьерж не так работает, я платить не буду, второй платить не буду, и стандартная ситуация, когда, вот, не так себя консьерж условно ведет, люди, вот, казалось бы, в современный дом, у вас здесь проходная зона рядом есть, отказываются. Знаете, почему? Потому что, вот, говорят так, у нас есть видеонаблюдение, и нам этого достаточно. Да, он, кстати, работает, и люди на него ссылаются. Ну что, пойдем? То есть, получается, смотри, мы пришли, больше ничего у нас нет, туалет на первом этаже присутствует? А здесь, насколько я знаю, вот эта комнатка, да, ну, ключ там находится в уборщице, то есть, там, по-моему, есть какой-то там туалет, душ. Короче, туалет есть, но не в свободном доступе. Да, 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 то есть, хотя, как бы, да, понятно, что по правильному это же, как бы, собственность жильцов, но ее, вот, по сути, вот, текущая управляющая компания, скажем так, да, немножечко присвоила. Вот, здесь, соответственно, у нас выход на паркинг первого этажа, вот, а вот, собственно, лифтовая зона, да, то есть, у нас, получается, значит, два грузовых и три. Слушай, ну, нормально у вас, то есть, мы пока снимаем так, прям потолк идет, короче, здесь, как бы. Да, здесь вот такое ощущение некого сити, то есть, всегда какой-то народ, то есть, честно говоря, вот, ну, не знаю, к минусам или к плюсам отнести то, потому что, вот, я вот тоже вот такое сделал, вот, да, скажем так, памятку, да, что почти никогда не едешь один. Всегда вот заходишь, смотрите, Дима, у нас к минусам отнесли плюсы, ну, судя по всему, судя по тому, что квартирку ты продаешь, то, естественно, мы это относим к плюсам. Замечательно, люди, есть, будет весело. Да, да. Берите, берите, покупайте. Не соскучишься, да. Ну, пойдем, давай, дальше показывай. То есть, смотри, четыре лифта или даже пять? Пять. Пять лифтов, заказы. Все они идут на минус первый этаж. А, на парковку. Это, короче, считается тоже плюсом. Ну, это плюс, да, потому что не во всех ЖК, насколько я знаю, потому что бывает такая история, что там, типа, один лифт на парковку, а остальные, вот, и вот, если нужна парковка, ты ждешь. А утром, когда ты, например, отправляешься на работу, долго ждать? В пробочке стоим, когда в лифте едем? Ты знаешь, утром, я сейчас в последнее время не всегда, как бы, прям, сранья, так скажем, да. Вот, ну, тут движуха есть, потому что 8-9 утра, прям здесь, так вот, да, но есть такие, знаешь, звуки, что там все куда-то идут. То есть, тут, в принципе, кроме ночи, наверное, такая движуха не застекает. То есть, да, кто-то вот куда-то, даже вот сейчас вот день, да? Да, 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 казалось бы, все должны быть на работе, а все что-то шатаются вперед-назад, блин, с работы на работу, женщины, с детьми. Да, вот, меня считает, немножко удивляло, потому что вот тоже вот. Ну, это к тому, что я говорил, что есть такой достаточно жилой комплекс, здесь все квартиры, соответственно, жилые, тут все люди покупают для себя, вот, живут, соответственно, и так далее. Вот, видишь, получается, вот на этаже, он, как бы, каждый этаж, он, как бы, разделен на два блока, такой дверь. Ну, на два крыла, да, то есть, получается, у нас раз, два, три, четыре, пять, четыре, это пятое. Пятое, да? Да, и, соответственно, там вот, в том, в том отсеке, получается, там еще, по-моему, шесть, вот, по-моему, одиннадцать вверх. Охренеть, ну, вот такое я давно не встречал, что еще разделяется еще одной дверью. Ну, это, наверное, там идет еще. Да, связано с противопожарной безопасностью, скорее всего, вот. А с той стороны, получается, там тоже есть лифты? А там, соответственно, нет, там лестница, как раз таки, то есть, здесь, вишь, разделено, то есть, здесь. А, то есть, оттуда ты выходишь и идешь в один коридор общий, правильно? Да. Ну, че, открывай двушки. Короче, друзья, обратите внимание именно на ключевой фактор цены, ведь народ голосует рублем, когда Диман покупает вот эту квартиру, 46 квадратов по цене 8700, ну, на 2019 год и на сегодня это вообще звучит как сказка с точки зрения локации. А сейчас мы увидим, как выглядит квартира уже с ремонтом, ну, по цене, как он говорит, 19-19,5, она здесь торгуется. Пойдемте смотреть. Итак, друзья, мы заходим в квартиру, когда Дмитрий ее покупает, он получает голые стены, никакой отделки не было и близко, соответственно, начинается ремонт. На 2019 год, вот все, что вы сейчас увидите, это обошлось примерно в 3 миллиона рублей. Смотрим. Мы заходим, у нас светлая квартира, по левой стороне, естественно, идет сначала санузел. Обратите внимание, что санузел, ну, действительно, большой. Рапина полноценная, унитаз, само собой, ванна, все, что нужно для комфортного мытья и прочего, есть. Далее. По правой стороне нас встречает хитрое решение, но очень полезное. Далее, это кладовка, куда вы как раз и скидываете весь ваш хлам, вещи и прочее, все, что хотите, вы храните условно здесь, потому что дальше по квартире, вы обратите внимание, что особо шкафов для хранения нет, так как есть отдельно, ну, скажем так, комната. Ну да. И все, что ты делал, кто это рисовал? Ты, жена, дизайнер? Смотри, да, у меня есть близкий друг, дизайнер, вот, он, соответственно, изначально вот это кинул идею, в целом, да, вот по проекту здесь вообще как бы он делал как бы единую спальню такой с маленькой перегородкой, но я потом решил сделать все-таки полноценную стенку, вот. Короче, друзья, смотрите, что идет дальше. Первое, это у нас отдельно зона обыграна под рабочее место, если условно убрать отсюда кровать, ну, можно был какой-нибудь там пуфик дополнительный поставить, еще что-то, но в силу того, что из дома можно работать, все, пожалуйста, оно есть. Далее. Хитро сделана комната. Комната должна быть сама по себе большая, прям действительно, полноценно большая комната. Ребята ее обыграли, сделали ее меньше, но это полноценно, посмотрите, спальня. Заходит, что у тебя есть тумбочка, проветривается отлично, вот, окна большие, все, что надо есть, пожалуйста. В комнате не предусмотрен никакой шкаф, в силу того, что, подчеркиваю, они сделали отдельно себе гардеробную, то есть рассматриваем их вариант с точки зрения, как идея для квартир, там вот 46 квадратных метров площадь. То есть, таким образом, ты пришел, выспался, вот, смотрите, слайдер сделана, дверь, очень удобно, не занимает много места и смотрится, в принципе, всегда стильно. Ну и отправляемся в самую главную зону, это там, где люди проводят больше всего совместного места, а это зал. Да, кухня-гостиная. Расскажи, пожалуйста, что у тебя здесь, вообще, по идее, это внутри кухни-гостиной должен был быть балкон, где он там должен был проходить. Да, вот, как мы видим, вот здесь несущая стена, да, вот она, ее кусочек остался, вот, соответственно, здесь был балкон, да, вот он проходил, вот именно, вот примерно, где я стою, это был угол, то есть здесь был полноценный оконный блок, стена из пеноблока, насколько я помню, здесь, соответственно, был вот примерно здесь радиатор, вот, ну, соответственно, поскольку, да, у нас площадь ограничена, мы, естественно, как и многие в этом жилом комплексе решили это все дело объединить, соответственно, разобрали, блок выкинули, там, утепляли вот это все лоджию, меняли остекление. Ну, посмотрите, как мне кажется, получился очень даже стильно, знаешь, я единственное могу сказать, значит, мне не хватает ковра, не знаю, почему, но просто прям хочется, чтоб был коврик, можно его сделать, на самом деле, да, то есть, ну, у нас просто, чтобы часто выключаем теплый пол и, как бы, здесь достаточно комфортно, да, потому что, действительно, здесь, наверное, больше половины квартиры в плитке, да, и не все это любят, но мы как-то уже привыкли и есть свои плюсы, на самом деле, да, вот, мне кажется, стол тоже покажется немножко странноватое решение, почему, потому что вообще изначально по проекту вот эта кухня должна быть была такой немножко п-образной, то есть, грубо говоря, вот этот г-образной кухни, да, и вот, как некоторые делают, такая вот, типа, барная стоечка, вот, столешница, но мы, как бы, когда уже вот до этого момента дошли, вот, мы прикинули, получилось так, что вот если мы бы так бы реализовали, то здесь бы, например, ну, поскольку места уже оставалось мало, просто бы влез очень маленький диван, а поскольку хотелось, естественно, диван такой, сделать полноценное со спальным местом, да, то есть, просто, ну, банально уже никогда не помещалось, получается, кухни не хотелось уменьшать, да, потому что иначе там не разместилась бы ни посудомойка, ни так далее, вот, и поэтому у нас, получается, как бы вот осталось такое некое пространство, вот, где можно разместить стол, вот, мы, собственно, по такому пути и пошли. Слуш, ну, тебя как жители вот таких подобных домов, вот то, что ты, допустим, в спальне сейчас находишься, напротив тебя прям буквально вон рукой подать, да, другой дом вообще пофигу, то есть, вы окно в окно? Ну, да, в принципе, тут занавеска закрыть по большому счету нормально, то есть, тут нет такого вот как-то, тем более, видишь, она как бы стоит немножечко вот не прямо, да, вот она чуть-чуть вот под углом стоит, да, тебе, да, кажется, что она под углом чуть-чуть стоит, она так вот поинтереснее, не прямо-прямая. Да, если налево-направо повернуться, то, в принципе, там виднеется как раз остров мечты там справа, да, там. То, что электричка под окном сильно шумит по ночам, по вечерам? Мне кажется, потом ее не замечаешь, то есть, на самом деле, это же МЦК, да, МЦК это достаточно тихая история, вот, ее, в принципе, не ощущаем. Тут иногда-иногда бывают, по-моему, если не ошибаюсь, тут ночью проходит там один-два поезда. Составы. Да, 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 вот, но вот я что-то помню, что в первое время как-то бывало их как-то слышал, но потом как-то вот уже это настолько, видимо, до автоматизма как-то от какого-то, да, в привычку входит уже, не замечаешь просто, и все. Почувствуйте, что называется, разницу, вот он тротуарчик, отбойники, и здесь уже, получается, не наша территория, мы за территорией ЖК, а здесь она наша, правильно? Вот ты вечером, если возвращаешься с работы, заезжаешь на паркинг, за 11 тысяч рублей ставишь машину, и на лифте поднимаешься к себе домой. На этаж. Диман, ну, почему бы не выбрать дом? Вот очень часто люди скажут, ну, какие же вы дураки, мы с печи, зачем вам это надо? Вот ты стоишь, а я даже, чтобы дом твой показать всю высоту, мне еще нужно постараться. Да такие цены, ну, купил бы себе за МКАДом, построил бы себе хороший дом, жил бы там на природе, в удовольствие. На самом деле, да, я тут подвяжу все несомненные плюсы жизни в своем доме, да, но все-таки, мне кажется, когда ты достаточно активно работаешь, там, развиваешься, там, и у тебя там дети, школы, садики, все равно, так или иначе, особенно в Москве, да, где вот, собственно, изначально город, да, вот построили все там с утра на поклон и вечером по домам, да, то есть, естественно, мне кажется, все-таки это важный момент логистики, да, то есть, вот мы пока, мы тоже, на самом деле, особенно с появлением ребенка, да, там, все чаще-чаще думаешь, там, да, вот, а правда, да, зачем нам эта вот клетка, по сути, когда можно там за эти деньги, в принципе, построить, ну, достаточно достойный дом. Но пока вот не готовы, короче, уехать и сдвижутся, то есть, стараются. То есть, я, да, то есть, так, ну, вижу, там, может быть, лет, там, допустим, через 10, я поменяю, там, ну, может, даже и раньше, да, там, поменяю свое мнение, когда там как-то будет, не знаю, там, меньше работы или как-то там, что-нибудь еще как-то там, да, вот. Но пока что, да, по факту все равно там нужно там поликлинику, там, да, когда встречи там на поработе, там, офис, то есть все равно вот все вот в Москве как-то вот плюс-минус, здесь, наверное, в пределах трешки, в центре. И мы, получается, выходим на заднюю сторону нашего дома, назовем его Backyard. И тут под окнами как раз-таки проходит железнодорожная станция, по которой ездят электрички МЦК. Периодически проезжают те самые составы, ну, и, собственно, народ вот тут фиксирует и выезжает на дорогу в дальнейшем. Вот мусор, короче, посмотрите, как интересно, как мусор тут интересно летает, да, вот так вот, раз-то, и пошел дальше, как будто-то кинул. Что по этой стороне, расскажи нам. Да, смотри, по этой стороне здесь очень много коммерции, то есть здесь в основном магазинчики, да, вот Валберис, Озон. Моя борода, да, здесь, кстати, очень популярная точка, да, да, здесь, кстати, очень много появилось, появилось пивных точек, вот за последние три года просто вот их, наверное, раз, два, три, ну, как-то три бара вот только в нашем ЖК, да, то есть, кстати, для любителей пива, это очень хорошее место, потому что здесь до часа ночи тут всегда... Открыто всегда можно. Да, всегда можно, в принципе, в любое почти штуцкое время спуститься и, так сказать, расслабиться. Вот, да, очень мало таких, очень много таких мелких магазинчиков, то есть продукты, там, овощи, цветы, там, адвокаты какие-то, я вот там появились, очень, то есть, вот очень все так. Ну, а какой-то сетевой большой магазин, типа, пятерочка? Из сетевых, наверное, только Вкусвил. Вкусвил. Да, то есть... Вот так вот, друзья, живут москвичи, такие дома бесконечные, многомиллионные цифры за них, ценники, и, как рассказывают, что очень сильно довольны. Хотят в таком же доме, да побольше площадь. Да, хоккей, особенно, в последнем, был вот этот плывов, короче, тут вообще, ты знаешь, ощущение, как будто вот такое, я бы даже сказал, мне что-то показалось. Ты знаешь, как был футбол, когда чемат мира, вот на Никольской, да, там все вот что-то выходили, там, туда-сюда, короче, вот здесь все-то похожее, здесь вот такая прям, вот такое ощущение плыветов, здесь все тосят. Раньше как-то такого не было. Ну, видимо, из-за того, что тут тоже под открывалось вот эти все эти... Ну, еще, месяцная очередь стоит, была, точнее, уже. Разоргут молодежь откуда? Какое-то обучение что ли здесь какое-то? Да, да, здесь же вот, смотри, сейчас, блин, за деревьями, тут этот, по-моему, этот, как он называется, ВИТО, в университете ВИТО, я так понимаю, многие почему-то сюда ходят. Спорная, конечно, ЖК в целом, вообще по всем форматам. Здесь, мне кажется, один только плюс жирный, это, да, локация, тем, кому там работают в центре, кому поблизости, ну, кому реально нужно в пределы садового кольца, это как бы один жирный плюс. Так же там в Сити часто, да, бывает, то есть я вот обычно ухожу, вот на МЦК, например, раз, все, там, пять станций, я в Сити. Ну, блин, там, условно, там, максимум полчаса, я в Сити, грубо говоря. Вот если бы вы спросили мое мнение, как человека, проживающего в Москве, но на вторичке, хотел бы я переехать сюда? Вот отвечу честно, вот как есть. Если бы у меня не было бы ребенка, и я бы работал бы где-то внутри садового кольца, и мне действительно нужно было на постоянку ездить именно в центр, то, возможно, я бы рассмотрел этот вариант как перевалочный пункт с точки зрения того, что удобно до работы обратно, не нужно далеко уезжать, то есть экономия времени, это стоит на одном из первых мест. Но, опять же, в силу того, что я не чураюсь вторички, я бы, скорее всего, сделал бы выбор, допустим, в этом же районе, но вторичка, тот же самый пятиэтажный, девятиэтажный, двенадцатиэтажный дом. Вот так смотришь, да, все вроде бы по кадру современно, круто, но народа действительно очень много. По сегодняшним меркам ценники в этих квартирах, ну, мама дорогая, я даже не знаю, как сказать по-другому. И само вот это окружение, что, вот смотрите, Дмитрию это нравится, к примеру, что бизнес-центры, люди, движуха, близко до метро, до МЦК, парковочное место есть в доме, то есть ты можешь передвигаться, окей. Не знаю, друзья, вот напишите ваше мнение, вот в ключе вот этого, да, я вам показал сегодня район, все рассказали, что выбрали бы вы, если потенциально бы, допустим, захотели бы расшириться, переехать поближе к центру, ну, такой вопрос стоит. Но, опять же, те, кто живут в частных домах, я думаю, вы, наверное, когда смотрите эти ролики про новостройки, про жизнь в квартирах в Москве, находитесь в таком диком шоке, серии, как вообще здесь жить можно, ты выходишь, у тебя просто полным-полно народу рядом, что-то строится, офисные помещения, бывшие заводы, народ, бесконечные такси, каршеринги, движуха вот эта вечно идет, не знаю. Но вот она жизнь, как она есть, жизнь в нашей стране. Товарищи предприниматели, информация для вас. Ваш бизнес масштабируется, и у вас встают новые задачи. Как видите контролировать работу всех сотрудников, даже тех, которые находятся вне офиса. А уже многим на помощь пришла IP-телефония для бизнеса UIS. Данный сервис показывает всю статистику внутри компании по звонкам. Будь этот сотрудник курьер с мобильным телефоном в подземке, или удаленщик, который как раз-таки работает вне офиса. Все звонки между сотрудниками бесплатны, а разговоры записываются. И это помогает не только понять, как обслуживаются клиенты, но и передать опыт успешных менеджеров другим сотрудникам. Ну и так называемая вишенка на торте, вся статистика и работа сотрудников видна онлайн в едином окне, что помогает собственнику и его руководителям держать все под контролем. Добавим к этому демократичные цены и звание народного лидера в сегменте по мнению рейтинга Яндекс. И получим то самое идеальное соотношение цена-качество. Рекомендую подключиться и попробовать все на себе. Ссылочку оставляю в описании, по которой вы сможете получить один месяц бесплатного обслуживания. US IP-телефония для бизнеса. Пользуйтесь на здоровье. И собственно вот так вот наступает вечер. Либо готовите, либо заказываете какую-то доставочку, если дома идите и начинаете отдыхать. Диман и уважаемые зрители, вот почувствуйте, как я хочу поставить вопрос с точки зрения объективности. У тебя горят глаза, когда ты на улице рассказываешь про УЖК. Все шикарно, все классно, все здорово. Мы заходим, блин, смотрите, все классно, все здорово. Есть ли это такая хорошая квартира и локация? Что же мы продаем-то, Диман? Ну, на самом деле, ответ на поверхность, да, потому что, видели, у меня тут кроватка. У меня маленький сын, ему полтора года. Вот. И, соответственно, когда мы сюда приезжали, заезжали, тогда, естественно, не было, да, возможности как-то купить там сразу двушечку, трешечку, естественно, да, как бы так, достаточно так это было напряженно. Вот, соответственно, сейчас просто на самом деле район нравится, сразу скажу, то есть мы на самом деле хотим скорее всего остаться в этом районе, но просто как бы расшириться, да, то есть купить там больше площадь, потому что мы вот как раз закрыли ипотеку, да, и, естественно, наверное, готовы, да, к такому следующему шагу. К следующей ипотеке. К следующей ипотеке, да, в принципе, не нужно его бояться, по большому счету. Вот ответьте на вопрос мне, ответь на вопрос людям, потому что у нас очень часто идет спор. Некоторые говорят, вторичка, вот старые дома, это хрень, проперданные бабкины дома не нужны. Другие же продают квартиры в новостройках и с радостью переезжают в квартиры, коммунальные объединяют их, делают себе отдельно полноценное жилье, делают шикарный ремонт, у нас это все есть на канале. Вот твоя точка зрения, бюджет 25-27 миллионов, это ну хороший так в целом плюс-минус бюджет, но в силу того, что вы залазите там ближе к центру, здесь как бы цены уже совсем другие, друзья, это можно сделать по этому поводу отдельную зарисовочку. Как вы видите, для этого сюжета я вышел в город с видеокамерой, собрал перебивочек и хочу вам сказать, что пока лето нужно поснимать побольше интересных историй. Возьму камеру и возьму вас с собой на прогулку, пройдемся по всем тем маршрутам, где мне нравится гулять, будет что показать, будет что рассказать интересного. Так, например, посмотрите, здание с левой стороны, здание с правой стороны, прогал, и кто-то из частников прибрал себе это место, сделал там небольшой закуточек такой, площадь коммерческую, буквально там на 30 квадратов. И в этом месте находится кафе-бар, то есть такая закусочная-бар. Я знаю людей, кто им занимается, аренда вас удивит, что они там делают, вас удивит, но смысл в том, что это место расположено одной из самых дорогих улиц в Москве, и ребята живут, прожили пандемию, в текущих реалиях не закрываются. Можно будет показать вам несколько домов, где я когда-то присматривал себе покупку квартиры вместо этой, но почему я там их не купил, тоже расскажу. Поэтому я думаю, получится хорошая зарисовочка из жизни, пройдемся, вы получите мало того, что удовольствие от прогулки, а красиво все сниму, так и еще узнать для себя что-нибудь новенькое, это тоже хорошо и полезно. Почему вы не выбираете Сталинка за двадцатку, вложить туда пятачок и сделать там на 70-80, а то 90 квадратах хорошую большую квартиру? Да, это такой вопрос на самом деле, такой, мне кажется, вечный вопрос, мне кажется, каждый человек выбирает сам, в первую очередь, что ему комфортнее. Но вот мы, мне кажется, это как-то уже у нас так складывалась жизнь, что мы всегда как-то покупали новые жилые комплексы, вот как-то все равно, это вот, знаете, запах вот этой краски, комфорт, опять-таки, люди все-таки вокруг, да, как-то вот, какая-то энергия, да, на мой взгляд, какая-то есть определенная энергия, да, вот в новых жилых комплексах, да, которые вот, не знаю, более такая, лично мне более, да, приятная все-таки. Ну и какой-то вот, да, то есть нет какой-то там ауры, да, там что-то там, там жил, там, годами, там, и так далее, и так далее, вот, соответственно, нет там пресловутых не знаю вонючих подъездов хотя это же не естественно у таких квартир есть свои плюсы да то что там как-то меньше людей как-то спокойнее деревья обычно там вокруг такие уже там нависают вот но у новых жека то есть есть определенные вот мы все-таки склоняемся больше к этому потому что есть там до определенный плюс там высокие потолки возможно сделать ремонт или выбрать там из таких уже более современных ремонтов потом например для меня там также важен фактор например парковки да то есть например в доме когда есть паркинг это на самом деле хочу сказать что это достаточно такой но большой плюс вот когда уже привыкаешь что вот эта машина на парковке стоит значит давайте внесу ясность так как на канале всегда есть те кто во всем видит какой-то подвох рекламу значит дмитрий написал после выхода того самого сюжета про апартаменты в соседнем можно сказать здании и говорит я просто квартиру здесь продаю ты хочешь меня в гости пригласить и показать что как выглядит или же с подвохом на продажу да нет просто показать поэтому никаких ссылок в описании вы не увидите но меня это дико удивило в 19500 я груза просмотры есть приходит люди смотрю года приходят звонят и то есть они сейчас сыграют с ценой там то есть поднимают периодически для того чтобы продать квартиру как можно дороже и людям нравится район вот пожалуйста его мнению хотят переехать также в новостройку базовые вопросы серии ну вот 46 квадратов какая коммуналка примерно 8000 рублей а дальше все там плюсы и минусы вы увидели опять же можно открыть отзывы почитать про этот же как более детально но прям чего-то такого глобального серии там вот это плохо то плохо но увидеть сами он не рассказал я соответственно не могу человек там тянуть там за язык давай мне там больше минусов если он видит вот так жизнь в этом жека ну значит она такая сам по себе площадь небольшая то есть для меня он очень спорно как я сказал исключительно перевалочный пункт это лично мое мнение соответственно если вдруг вы там проживаете пишите пожалуйста комментарии развернуто я житель этого дома мне нравится и прям по пунктам плюсы и минусы это людям будет полезно посчитать мало ли тут и вправду будет рассматривать подобный жилой комплекс с точки зрения постоянной жизни покупки квартиры там потому что как показала лично для меня практика все эти разговоры комментарии да хрень да как то можно жить плевать всем на вот эти слова хрени как то можно жить вот практика дом распродан люди с удовольствием жилье там покупают отец дома рэв стать это самое это же они короче под управлением их короче находится не знаю тут короче насколько я знаю в этом корпусе все короче квартиры под сдачу под аренду вот эти вот в этом вот нет вот где в домарев написано и в их такого знаешь вот если подойти туда там такого как бы отельного типа короче но сам у них прям консьерж под аренду хоть на длительный срок или типа и посуточно тоже насчет суточный не знаю то по моему можно вот от месяца и дальше то есть короче доходный дом да вот так вот современном у них полноценный ресепшен то есть достаточно интересно вот ребята можете посмотреть как будет выглядеть в дальнейшем москва как она вся поменяется и перестроиться за твоей спиной получается уже следующий жилой комплекс от кто там проживает как он дела прожила друзья пишите приглашайте точно так же пройдемся расскажите покажите потому что эти жилой комплекс очень спорные одни все сильно хвалят то что очень классно комфортно здорово другие их постоянно поливают грязью серии что это все хрень говно и так далее вот собственно послушаем твое мнение вот там как раз есть огромное количество да скажем так жилья которые в принципе тебе бы подошло под расширение рассматриваем и принципе изначально тоже рассматривали зелат как место жизни вот но почему собственно выбрали на 1 в моем случае да вот этот же к не зелатку потому что 1 там дороже где-то в среднем процентов на 10-15 точно да это первое минус для меня да и 2 соответственно это все таки как мне кажется хуже логистика потому что например здесь можно прожить без машины то есть пожалуйста вот им цикла как вот ход метро 10 минут вот есть ты живешь зеларте то соответственно это уже но к этому времени нужно добавить минимум минут 10 потому что там пешком но практически не реально дайте то есть либо это мцк минут 15 либо надо там не знаю на такси либо в хороший день там минут 25 идти вот до метро то есть там прям такая привязка к машине на мой взгляд ну что смотрите сами по сторонам то есть вот жилой комплекс выглядит вот так в районе скажем так где сосредоточены различные офисы бизнес инфраструктура но и прочие вот эти так называемые бла-бла-бла-бла-бла-бла диман ну давай так в завершение прям тебе прям все нравится прям как это все выглядит прям движуха вау круто мне кажется например тот же самый другой жека в котором ты раньше жил возле там мкады по уютнее нет ну нет я бы так не сказал конечно все таки я как-то возможно я конечно же привык да но мне кажется что здесь все таки больше плюсов как я уже все не говорил да потому что да там может быть это там какой-то мусор какие-то стройки вокруг но это в первую очередь это удобно это все близко мцк пожалуйста бассейн леруа как бы но вот не знаю для меня это как бы для нас это все давай последний вопрос идеальное жилье для тебя и серии помечтать о даже не без бюджета да мы не смотрим что это должно быть не за квартира в сити для примера либо квартира в самом центре москвы там с террасой что прям вот идеал хотел да слушай это на самом деле время от времени смотрю я бы наверное если так вот абстрагироваться да вот от цена как бы от всех таких прочих нюансов ну наверное бы жил бы где-то в районе воробьевых на самом деле там есть эти неплохие дома там вот если не помню название ну то есть вот в тех краях потому что на самом деле это достаточно близко на даже отсюда то есть да я там бывает иногда там даже езжу на пробежку там буквально минут есть без пробок 10 минут до то-то район воробьевы там хамовники начало ленинского проспекта вот ближе к мгу короче а дальше это что трехкомнатная квартира пяти комнатной ну в идеале наверное вот пока мире вот я считаю ну сильно большая она тоже ни к чему да потому что он понимаешь там надо короче там не знаю убираться там и так далее так далее но вот как мне кажется оптимальный формат вот так вот в идеале такая нибудь евро четырёшка то есть а кухня гостиная спальня детская еще хоть комната мы знаем гостевая там кабинет и так далее то есть вот моем понимании данного для москвы вот оптимальным метров так вот 90-100 евро четырёшка прям где-нибудь хорошая локация и жизнь далась итак друзья какие выводы мы с вами сделаем из сегодняшнего выпуска из данной жизненной истории ну то что человек всем доволен мы только можем за него порадоваться желаемым скорее всего переезда в большую площадь чтобы все были довольны я же считаю что конечно этот жилой комплекс вообще в целом на новострой нужно смотреть в перспективу что будет на этом месте через пять-десять лет когда вокруг наконец-таки закончатся все стройки ремонты благоустройства все там сломается перестроится доделается ну тогда по-настоящему будь какая-то новая современная картинка реалии но это будет условно завтра жизнь она идет здесь сейчас так при этом здесь сейчас цены но увидите какие этот вопрос мы затронули а далее приглашаю вас всех в комментарии высказываете ваше мнение хочу лишь напомнить что в описании вас ждет ссылочка на skill factory кому интересна профессия в эти аналитика попробуйте себя почему нет не забудьте подписаться на телеграм канала ссылочка активно ждет вас в первом закрепленном комментарии у меня на сегодня все а если все то пока пока